Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Далстан и сегодня мы будем с вами разбирать очередной сериал, который вы просили сделать. Давайте сначала посмотрим небольшую серию, потом разберем и посмотрим еще раз. Но перед началом видео я хотел бы рассказать вам о сайте Puzzle Movies, где вы можете смотреть сериалы с двойными субтитрами и встроенным словарем. Это не только полезно, но и интересно учить английский. Ссылка на сайт в описании к этому видео. Окей, как вы поняли по названию видео, сегодня мы будем разбирать фразы из сериала Modern Family, Американская семейка. Серия начинается с того, как Митчелл и Кэмерон обсуждают планы по поводу усыновления. И в заключении они говорят... Мы оба согласились, чтобы идти немного более лоу-кий с анонсоментом этого времени. Мы оба согласились в этот раз быть сдержаннее, объявляя эту новость. To be low-key – это быть не очень броским, ненапыщенным, простым. Еще пример. We're going to have a low-key wedding party. Мы собираемся устроить небольшую свадебную церемонию. Потом они говорят о том, что их удочеренная дочь Лили не очень рада этому событию. У нас тут проблемка небольшая. Мы не можем добиться радости от Лили по поводу усыновления. To get somebody on board with you – это дословно «затащить кого-то с собой на борт». Но на самом деле означает «убедить» или «сделать так, чтобы другой человек согласился с вами». В сериале Лили не хочет братика и злиться, когда об этом даже идет речь. И они хотят, чтобы она дала согласие и была этому рада. Кэм, я немного обеспокоен тем, что сделала Лили. Как видите, у них не прошла идея с ребенком их друга, и Лили, ревнуя, бьет и заставляет ребенка плакать. Митчелл говорит, что он «фрик-аут». To be freaked out переводится как «волноваться» или «паниковать» в нашем случае. Кэмерон задумывается о том, что он, возможно, слишком много внимания оказывает Лили, так что он начинает ревновать его. «Просто существует очень мало родительских штучек, в которых я на высоте». «On top» имеется в виду «на высоте в сравнении с кем-то». Или просто «прав в споре». «Дай мне только взболтать смузи перед тем, как ты уйдешь». Думаю, вы знаете, что такое смузи. «Wip up» — сбивать. Сделать что-то на скорую руку. Он говорит это, чтобы они не уходили так быстро и побывали с ним еще немного. Давайте еще раз посмотрим все выражения, которые мы с вами сегодня разобрали. И на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, обязательно делитесь с друзьями, так как вас ждет еще больше в будущем. See you next time!